Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларис. Давно уже озаботились вопросом автоматики для камер, для камер для созревания сыров и для камер для созревания сыровяленых колбас. Очень много я изучал на этот счет, очень много пересмотрел всяких вариантов, несколько раз модернизировал свою личную камеру. Давайте вначале по порядку о процессе. Что нам нужно для правильного созревания сыров и колбас? Нам нужно три параметра. Первое, оптимальная влажность, которую мы сможем регулировать с помощью увлажнителя воздуха. Ну вот я для наглядности, сейчас будем испытывать прибор, который я сделал, я чуть позже расскажу об этом, взял вот такой вот увлажнитель воздуха. Это бытовой увлажнитель воздуха, он достаточно большой, одолжил его у Кума. Есть также в продаже маленькие увлажнители воздуха, которые буквально там размером в большую чашку, которые совершенно спокойно помещаются в холодильник. Или же я рекомендую для увлажнения воздуха использовать вот такую вот мембрану. Она помещается в любую емкость с водой в своем холодильнике, я использую просто трехлитровую банку. Эту мембрану помещаю в трехлитровую банку, и когда автоматика подает на нее сигнал, она вот в этом приборе, в этом бытовом увлажнителе воздуха стоит точно такая же мембрана. Эта мембрана начинает с помощью ультразвука рассеивать воду в холодный дым, в водяной туман, и таким образом воздух в камере увлажняется. То есть мы можем с помощью автоматики совершенно точно регулировать влажность воздуха. Я чуть позже расскажу о самом приборе. Очень маленький гистерезис, то есть устанавливается до 1% включения-выключения. Поэтому точность влажности воздуха получается оптимальная. Второе. Бытовые холодильники не приспособлены для поддержания достаточно высоких точных температур. Для созрывания сыров и колбас нам в среднем нужна температура в диапазоне от 9 до 12-13 градусов по Цельсию. Добиться это в обычном холодильнике практически невозможно. Этот вопрос тоже закрывает автоматика. То есть она включает, холодильник подключается непосредственно к автоматике. Вы устанавливаете нужную температуру, допустим 11 градусов. И тут можно установить вообще минимальный гистерезис. Можно установить 0,1 градус по Цельсию. То есть, грубо говоря, у вас температура будет максимально точная. И третий, самый важный момент, это вентиляция холодильника. Вот с этим вот моментом мне было достаточно сложно найти прибор, который... То есть я игрался отдельно с контроллерами по влажности, отдельно с контроллерами по температуре. Потом купил контроллер температуры и влажности, но вопрос вентиляции у меня был не закрыт. Я включал вентиляцию вместе с увлажнителем воздуха. Получается не очень хорошо. И вот я нашел контроллер в Китае, который непосредственно еще управляет вентиляцией. То есть, опять же, для демонстрации я сейчас вот такой вот вентилятор поставил, буду демонстрировать, как это работает. А вообще, сам холодильник очень удобно поставить в хозяйственных магазинах. Продаются вот такие вот маленькие вентиляторы. Он похож на компьютерный. Я специально купил его. Вот. Но он на 220 вольт. Чем он хорош? Или можно поставить обычный канальный вентилятор от вытяжки. Так, если вы используете холодильник для напитков, в котором вот у меня камера для созревания сыровых колбас, она реализована. Но это, вернее, сейчас уже камера только для созревания сыровых. Для колбас будет вот эта автоматика. Так вот, если вы используете холодильник для напитков, типа холодильник для Кока-Колы или для холодильника для пива, там в верхней части уже установлен вентилятор. Просто отключаем его от холодильника и подключаем непосредственно к этой автоматике. Значит, по поводу самой автоматики. Использовал я контроллер. Пришлось его немножко перепрограммировать. Это контроллер Lelitech называется. ZL7801A. Ссылку на этот контроллер я размещу в описании видео. Покупал я его на Алиэкспресс в Китае. Стоит он около 35 долларов с доставкой. Нашел и доработал под этот контроллер инструкцию. И в чем суть? Этот контроллер вообще предлагается... То есть он работает немножко по другим параметрам. Он предлагается для инкубаторов. Но при этом он позволяет перепрограммировать не на нагрев, а на охлаждение. То есть полностью подходит для нашей камеры для созревания сыробы колбас. В комплект входит контроллер. Вот сама эта черненькая коробочка. И датчик. В одном датчике совмещены датчик температуры и датчик влажности. Проверяем настройки. Настройки достаточно точные. Но контроллер позволяет юстировать. То есть если у вас есть прибор... Ну допустим температуру можно юстировать по обычному ртутному термометру. Который показывает достаточно точно. Если у вас есть какой-то прибор, гидрометр, который показывает точную влажность. То сам контроллер можно настроить. Ну подстроить грубо говоря. Плюс-минус. Если он будет выдавать какую-то ошибку, его можно подстроить. Также в этом контроллере есть очень классная функция. Это задержка сработки. То есть что происходит? Мы открываем дверь холодильника. Температура резко... Ну кстати и влажность, и температура резко повышаются. Так вот здесь можно установить задержку в 5 минут. Когда контроллер будет не сразу считывать информацию, а ждать 5 минут. Допустим вы открыли дверь, пощупали колбасу, перевернули сыр, дверь закрыли. Влажность буквально в течение минуты-двух восстанавливается. И температура как правило тоже. Поэтому контроллер не будет лишний раз включать. Но это функция по желанию. Как он осуществляет вентиляцию? Вы программируете. Допустим, вы хотите, чтобы вентиляция происходила в течение 5 минут каждый час. Поэтому программируете просто 5 минут работа, 55 минут выключен. И он это делает циклически. Можно, допустим, запрограммировать 10 минут каждые 2 часа. Или 10 минут каждые 12 часов. То есть можно запрограммировать включение вентилятора как угодно. Я бы сейчас запрограммировал, что 2 минуты он отдыхает, минуту работает. Ну, тоже, опять же, таки для наглядности. Что я сделал? Эта автоматика, как бы, она приспособлена для того, чтобы любой обычный холодильник. Я делал первый опытный экземпляр для своего знакомого. Она предназначена для того, чтобы любой обычный холодильник переоборудовать, ну, от самый обычный, вплоть до старинного Днепра, переоборудовать под камеру для созревания. Здесь есть шнур питания и 3 вот такие вот вилки. В одну вставляется холодильник, во вторую увлажнитель, в третью вентилятор. То есть реализовать это можно совершенно по-разному. Также сам датчик влажности, но еще даже не распаковывал его, испытывал так, имеет длину кабеля полтора метра. И просто с задней стороны дверки вводится под уплотнитель, ну, прям под дверь, уплотнитель его обжимает, этот кабель. И клеится на боковую стенку где-то в центре холодильника. Получаем в центре достаточно мощную, достаточно точную объективную картину по влажности и по температуре. По большому счету корпус можно не использовать. То есть в холодильнике всегда есть какие-то панели, в которые можно врезать сам датчик и напрямую все провода подключить к холодильнику. Но я себе ставил задачу, как я уже говорил, чтобы эта автоматика была мобильная, чтобы ее можно было подключить к любому холодильнику. И в результате получить, ну, естественно, при этом имея увлажнитель воздуха, либо такой, либо такой, и имея вентилятор, либо такой, либо такой, получить полноценную камеру для созревания сыровых колбас. Ну, собственно говоря, об этом приборе мне сказать больше нечего. Если кто-то захочет собирать сам инструкцию на русском языке, пожалуйста, пишите в комментарии под видео инструкцию, ссылку, вернее, на скачивание файла с моего Google диска я, как всегда, отправлю. Теперь давайте наглядно посмотрим, как это работает. Естественно, саму автоматику подключаем в розетку. Она уже запрограммирована сейчас. В качестве холодильника у меня будет лампочка. Она будет показывать, что включается холодильник. В качестве увлажнителя у меня будет бытовой увлажнитель. Ну и в качестве вентилятора у меня будет вентилятор. Итак, вентилятор сейчас запрограммирован просто на включение-выключение, 2 минуты отдых, минута работа. Давайте начнем в первую очередь с влажности. Влажность здесь запрограммирована 60%. Сейчас влажность 52%. Увлажнитель воздуха. Видите, здесь горит лампочка. Он работает. Подношу сюда прибор. Датчик. Сейчас начнет повышаться влажность. Как только она... То есть сейчас мы считаем, увлажнитель увлажняет холодильник, он повышает влажность. Влажность повысилась до 60 градусов, увлажнитель выключился. Соответственно, влажность сейчас будет падать и увлажнитель через какое-то время включится. Вентилятор включился автоматически просто по времени. То есть, как я уже говорил, время можно запрограммировать любое. Теперь по поводу холодильника. Сейчас в холодильнике у нас температура 21 градус, к примеру. То есть мы холодильник нагреваем. Он... холодильник выключен, он нагревается. Температура в холодильнике поднялась. И сейчас холодильник, естественно, включился. Как только температура опустится, холодильник, соответственно, выключится. Вот такая, друзья, у меня получилась штука. На мой взгляд, это реально оптимальное устройство для регулировки всех трех параметров и для создания идеальных условий для вызревания сыровых колбас. Потому что, ну, в отсутствии... То есть мы пытаемся там холодильник как-то накрутить, влажность пытаемся регулировать подносом или какой-то высочкой с солью или с водой. Вентиляцию мы вообще никак не можем регулировать. То есть на самом деле все получается такое, достаточно кустарное. Эта автоматика, она закрывает, реально закрывает нам абсолютно все вопросы, связанные, так сказать, с правильными условиями для климокамеры. Значит, что я хотел сказать. Если вы соберетесь воссоздать это устройство, ссылка в описании, инструкцию я вам вышлю. Ну и, собственно говоря, если нужны будут какие-то помощи, подсказки по программированию, еще почему-то спрашивайте в комментариях, я вам обязательно подскажу. Есть второй вариант. Я могу собрать для вас это устройство. То есть могу вот в таком вот виде, как оно есть, собрать. Давайте сейчас я его отключу. Смотрите, провода откинули. То есть представляет из себя три разъема, датчик, ну и непосредственно сам контроллер установленный в корпус, шнур питания. В общем, вот в таком вот виде. Также, если вы хотите датчик ввести в холодильник не через дверку, а через специально проделанное отверстие, допустим, просверлить в боковую или в задние стенки отверстия, для того, чтобы внести датчик, я могу этот датчик сделать на пин-разъеме. Ну, на таком разъеме, типа как для наушников в плеере. Для того, чтобы его можно было отсюда отключить, протянуть через отверстие в холодильнике. Отверстие потом можно загерметизировать, допустим, силиконовым герметиком, а датчик подключить к автоматике. За такое готовое устройство я как бы хочу установить цену 90 долларов. То есть совершенно честно, 40 долларов обходятся все комплектующие, и 50 долларов я хочу заработать. Если вы хотите его у меня заказать, пишите в комментариях, и пообщаемся уже потом в личных сообщениях. Естественно, я захочу 40 долларов в качестве предоплаты на то, чтобы заказать из Китая контроллер. Остальную часть суммы вы сможете оплатить при получении наложенным платежом, при получении устройства. На это устройство я буду давать гарантию один год. Ну, собственно говоря, как и дает гарантию производитель контроллера. Но единственное, что его надо, естественно, если он ломается, отправлять в Китай. Если у вас контроллер по каким-то причинам сломается, я вам просто заменю все устройство в целом. По поводу отправки, как я уже сказал, отправлять я его смогу по Украине с частью наложенного платежа. То есть 40 долларов вы мне оплачиваете по курсу на момент заказа. Я покупаю все оборудование, собираю для вас устройство, и оставшуюся сумму отправляю вам полностью готовый прибор. Оставшуюся сумму наложенным платежом вы оплачиваете уже при получении на почте. Если есть желающие из Российской Федерации или страны СНГ заказать такой же прибор, то тогда, получается, надо будет делать неполную оплату на карту или перевод. Можно частями. Можно одну часть на момент заказа, и вторую часть я показываю, что прибор готов. И на этот момент вы мне оплачиваете вторую часть. Я вам почтой России или почтой вашей страны, в общем, через нашу украинскую Курпочту отправляю прибор. Обмана не будет. Ну, как бы вопрос доверия, если есть люди, которые не хотят. То есть на самом деле собрать его достаточно просто. Но я знаю наверняка, что есть люди, которые просто не захотят с этим заморачиваться, или женщины, которые хотят переделать холодильнюю камеру для созревания сыров, но при этом не смогут сами собрать вот этот вот приборчик. В таком случае я помогу, как бы, ну, совершенно честно говорю, какую сумму я за это беру. А так все просто. Ну, и эта автоматика, она действительно... Я ее очень долго обкатывал на своем холодильнике. Во всех режимах она у меня отработала около месяца. Все режимы поддерживают идеально. Ну, и вот таким вот образом получилось вот такое вот чудо, друзья, которое достаточно просто собрать, и которое закрывает все наши технические сыроварно-колбасные нужды. Наверное, все. Подписывайтесь. Ну, я же говорю, любую помощь, если вы собираете сами, любую помощь, любую консультацию, пожалуйста, в комментариях, или даже если она будет голосом по WhatsApp, обязательно проконсультирую с удовольствием и помогу. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. А мы с Ларисой будем снимать для вас новое видео. И, кстати, сейчас в следующем видео за этим выйдет сыроварня, тоже нашей с Ларисой разработки, над которой мы очень долго, по годам мы работали, над тем, чтобы сделать хорошую, качественную сыроварню, которая закроет все процессы сыродений. Естественно, это мини-сыроварня для домашнего сыроваренья. В общем, в следующем видео смотрите. Всего доброго. Пока.